Путешествие в мир языка Путешествие в мир язык Путешествие в мир язык Язык – это средство общения, это орган в полости рта, система знаков. Язык бывает родной, иностранный, международный, межнациональный. Существует язык жестов. В русском языке много пословиц о языке. Прочитайте и подумайте, о чем говорят русские пословицы. Где нет языка, там нет нации. Язык – ключ в душе народа. Без родного языка нет родины. Язык голову кормит. Язык до Киева доведет. Ласковым словом и камень растопишь. Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. Что написано пером – того не вырубишь, топором. Выстрелив – пули не схватишь, а слово сказав – не поймаешь. Хорошу и речь, хорошо и слушать. В казахском языке тоже немалы пословиц о языке. Тіл – көмірдің күлті. Жақсы сөз – жарым ұрыз. Жүздің көркі көз – ауыз көркі сөз. Өткен күн оралмас, қынды сөз жағалмас. Піл көтермегенді – тіл көтереді. Сөз қадырын білмеген – өз қадырын білмейді. Сөз қадырын білмейді – өз қадырын білмейді. Өйнабайд сөз қады, өйлабайд. Тәңшы тәс жарады, тіл пәс жарады. Сәй-сәй, меккеге бірацым. Как вы заметили, в русских и казахских пословицах говорится о любви к родному языку, о том, что знание языка необходимо, что нужно быть очень осторожным в выборе слов. Ведь ласковое слово может излечить, а грубое слово может глубоко ранить. Сравните русские и казахские пословицы. Подумайте, какие из них сходны по смыслу, почему? Я уверена, что вы правильно определили схожие по смыслу пословицы. Язык ключ к душе народа. Язык до Киева доведет. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Хорошую речь хорошо и слушать. Продолжая разговор о языке, прослушайте текст и запишите ключевые слова и словосочетания. Мой отец, приехавший с семьей в Казахстан, сразу понял, чтобы успешно заведовать фельдшерско-акушерским пунктом в казахских аулах, чтобы ему, немцу, в то время завоевать уважение и доверие местного населения, никак не обойтись без знания казахского языка, без душевной открытости к тому, что составляет суть национального своеобразия. И этой житейской мудрости он, как человек передовых взглядов, учился и сам, учил и меня, определив казахскую школу, которую я окончил и о чем никогда не жалел и не жалею. Это норма нашей жизни. Знать историю, культуру, быт, язык того народа, среди которого ты живешь, это азбука человечности и порядочности. Геральт Карлович Бельгер Ответьте на вопросы и выполните задание. О какой житейской мудрости пишет автор в начале текста? О чем не жалеет писатель? Сформулируйте основную мысль текста, используя ключевые слова, которые вы выписали. Чтобы постичь душу народа, завоевать уважение и доверие, нужно знать его язык. Писатель не жалеет о том, что окончил казахскую школу. Основная мысль текста – знание истории, культуры, быта, языка того народа, среди которого ты живешь, является нормой жизни. Завершить наш урок хотелось по словам Геральда Карловича Бельгера. Воспринимать язык лишь как средство общения – это слишком узко. В качестве средства общения годится любой. Но только родной язык выражает духовную субстанцию человека, его сердце, его душу. И в этом, прежде всего, я вижу суть языка. Домашнее задание – составить синквейн к слову «язык». Вспомним структуру синквейна. Первая строка – одно существительное, называющее тему синквейна. Вторая строка – два прилагательных, раскрывающих тему. Третья строка – три глагола, описывающих действия по теме. Четвёртая строка – предложение, выражающее отношение к теме. Пятая строка – слово-синоним к теме. До свидания, ребята! Успехов вам! До следующей встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова